У нас на пускной, в детском саду. Идём кушать пиццу. У нас много. Я с медалью. Купили сегодня новое постельное бельё. Мне очень нравится вот эта фирма. И такая приятная-приятная ткань на ощупь. Такая спокойная расцветка. Вот у нас такие наволочки. Люблю новые вот такие комплекты. Вот. Давайте покажу вам мою покупочку небольшую в магазине Konica. У них изменились пакеты оформления. Теперь они называются позагранично-буржуйские Konica. Ха-ха-ха В стиле Мэри Джейн по американским комиксам. О, господи. Сейчас это тренд. Популярная обувь. Но я, честно сказать, искала не тренд. Я искала обычные человечьи удобные туфли на устойчивом каблуке. Из кожи с удобным носиком. Потому что после операции на ноге мне тяжело носить узкий нос. Ну, не тяжело мне. В принципе, это запрещено пожизненно. Я так поняла. Ну, как сказал мой хирург много-много лет назад. Ну, не много лет назад. Но вообще он сказал, знаете что, берете свою ногу. Вот так вот ставите на лист бумаги. Обводите. И начинаете прикладывать все свои туфельки. И те, что заходят на вашу ножку, выкидываете даже не задумываясь. Представляете? Вот. Так вот, вернемся к нашим этим туфелькам. Я искала удобные туфли человеческие с удобным носом. На вот таком вот ремешке с ремешком. Потому что, не знаю, девочки, как у вас. Но бывает так, что у меня туфли сваливаются. Там, если нужно куда-то добежать до автобуса, знаете, там, ну, куда-то пробежаться. Есть шанс стать золушкой и потерять туфельку. Так вот, в этом случае это невозможно. Они будут сидеть плотно. Я люблю, когда туфли... Ну, когда ты идешь и не боишься ее потерять. Не знаю, было у вас такое? Ну, бывает, туфелька сползает. Вот. И носы. Я не фанатка вот таких вот сумасшедших острых носов. Я знаю, по-моему, они сейчас тоже в большом тренде. Но мне категорически не нравятся они. И такое счастье. Я зашла вчера на сайт. Ну, вообще искала обувь себе. И выяснилось, что туфли вот эти в стиле Мэри Джейн сейчас, ну, очень модны оказались. И я так обрадовалась, и пошла себе мучку и купила. Размер у меня 38-й. Есть половинки, что мне нравится в иконике. У них есть 38,5-й. 39-39,5-й. Это натуральная кожа. У меня 38-й размер. Вот. Это мне ко всем юбкам, ко всем платьям, на теплую погоду. Ну, на более-менее теплую. В общем, мне так нравится. Я люблю, когда обувь нравится. И они очень удобные. Немножко разносятся, конечно же. Внутри тоже натуральная кожа. В общем, я довольна. Вот. И в продолжении обувной темы давайте покажу то, что сегодня буду расхламлять. Эти туфли я выставила вчера на Авито. И сегодня их уже купили за 1000 рублей. Стоили они дорого. Это тот период, когда магазин Карла Пазолини был шикарным. Ну, хорошим. Я не знаю, застал кто-то, когда у них обувь была вот такой вот маркировки. Это считается хорошая обувь. Это натуральная замша. Но сейчас эта модель абсолютно не актуальна. Сейчас, ну, вы знаете, устаревшая модель. И самое удивительное в этой паре, что, смотрите, они были куплены в 2013 году. Сейчас 24-й. Этим туфлям 11 лет. Но это не самый главный их недостаток. Я вспомнила день, когда я их надевала последний раз. Это было 9 лет назад. Я их брала на фотосессию. У меня есть фотографии, где я в этих туфлях. Больше я их не носила. Вот скажите, пожалуйста, зачем они лежат? Я не хочу хранить неактуальную обувь. Обувь в образе, вот вы, наверное, согласитесь, решает. Ну, практически всё. Обувь создаёт обувь. Я вчера перебирала обувь, убирала зиму. Несмотря на то, что у нас сегодня снег. Ну, неважно. Убирала зиму, расхламляла, перебирала. И вот решила расхламить туфли, которые я уже носить не хочу. У меня есть модные туфли, современные. Я считаю, что обувь должна быть современной. Она не должна лежать, она должна носиться. И поэтому бегу на почту. Туфельки уже купили. И я очень этому рада. Что-то там ещё. Розетки заодно достаю. Здесь лежит на обоях. Красотка, привет! Кто здесь разлёгся на обоях? Уже ночь. Мы пока клеим. Нам нужно доклеить. Осталось шесть вот таких вот пролётов. И всё закончится. Да? Да, кисулька? Давайте покажу мой небольшой заказ с сайта Wildberries. Коллаген. Затем вот такая вот биодобавка. И знаете, что хочу вам сказать? Посоветовать я подписана на неё в Инстаграм. Доктор Наталья Зубарева. И она даёт очень много полезной информации. Например, вот эти зубные пасты. Это у неё был пост, по-моему, больше года назад. Где она написала, какими пастами можно пользоваться, какими нельзя. И я решила попробовать. И вы знаете, я теперь пользуюсь только вот этими пастами. И то ещё не все попробовала. Вот это я пользуюсь сейчас. Французская паста. И вот это новая, немецкая. И вы знаете, это день и ночь. А вот эти вот все лаколюты, жемчуги, она советует, конечно же, выбросить. Кажется, наш Вивакс тоже попал под раздачу плохих паст. Ещё какие-то очень много знаменитых паст, которыми я пользовалась много тысяч лет. Вот советую вам подписаться и посмотреть. Посмотреть, найти этот пост. Может быть, что-то для себя найдёте. Но я очень довольна и очень рада, что её нашла. Вот решила попробовать теперь вот такие добавки. Нужно будет заказать у неё магний, что-нибудь ещё. Приходит в стекле. Цена немножко завышена. Ну, видимо, потому что стеклянная баночка. Ну, как-то, знаете, я ей стала доверять. Вот. Наталье Зубаревой. Да, кстати, вот такой поганый у меня маникюр. В этот салон я, конечно же, больше не приду. Отвратительный. Этот эффект появился уже к вечеру. И мастерицу я, кстати, ждала. 40 минут она задержалась. Нужно было вставать и уходить. У меня была такая идея, но... Осталась. Не знаю, не хочется эти ногти носить. Наверное, пойду недельки через две переделывать уже, если найду мастерицу. Потому что почему я пошла к новой, мне не хотелось идти к старой. Вот. Да. Смотрите, к нам пришло лето неожиданно. И появились адвантики. Переди меня черемуховый куст. Огромный, цветущий. Сейчас засуну туда нос. Хотя она высоковата, но всё равно попытаюсь засунуть и насладиться ароматом. Я в куртке. В куртке жарко. Можно было надевать рубашку, но как-то непривычно до сих пор. Буквально недавно был такой холод. Смотрите. Лето пришло в Питер. Красота. Ещё один куст. Всё. Замечательно. Можно ехать в лес за ландышами. А тут он пониже. Вот. Смотрите. Красота. Всё-таки я дитя природы. Слушайте, еду и здесь так грязно на газоне. Буквально только-только всё зацвело. Не было этого всего. Это первый тёплый день. Представляете, сегодня середина мая. Задержалось лето. Весна. Весны вообще не было. Иду за машиной. Ремонт мы закончили. Ну, точнее, поклейку обоев. Закончили поздно. Уже после часа. Сил не было никаких. Ехать. Два дня подряд я скакала на табуретке. Туда-сюда, туда-сюда. Руки устали. Ну, моя подруга делала ремонт четыре дня подряд. Это был её четвёртый день. Такой продуктивный. Плюс я ушла. Она продолжила доклеивать маленькие кусочки, которые вот она сама может без моей помощи. Мы вдвоём поклеили комнату, коридор, вот эти огромные листы. Мы молодцы. Мы справились. Вот. Уже вызвала такси, уехала ночью. Так что. Вот иду забирать машину. Вот. Вот смотрю на газон. Весь засором. Нет ни одного чистого участка. Вот. Куда бы глаз не упал, всюду мусор. Видимо, район такой. Так. Ещё куст. А это, наверное, яблони. Такой зелёный район. Много-много деревьев. Это берёзка. Сирень. Но сирень ещё не зацвела. Нужно будет попросить мужа ворвать мне сирень. Люблю сирень. В пушкине много сирени. Такой город практически весь усеян сиренью. Я закончила читать вот такую книгу. Хочу немножко о ней рассказать. Я не могу вам её советовать. Тут в конце такая забавная приписочка. Я надеюсь, вам хватило храбрости прочитать эту книгу. Почему? Почему храбрости? Это книга о том, как помочь близкому человеку, который переживает горе и который потерял кого-то из близких. Список потерь. Когда умирает супруг, спутник, когда умирает родитель, когда умирает брат или сестра, когда умирает ребёнок, либо перед лицом своей смерти. Согласитесь, что мы все можем, или кто-то уже оказался в этой ситуации, смотря, да неважно сколько вам лет, каждого может или когда-нибудь настигнет эта потеря. И эта книга о том, как мы можем помочь кому-то близкому, может быть, другу или даже себе. Почему не могу советовать эту книгу? И она не тяжёлая, она легко читается. Здесь в основном истории, но когда мы читаем чью-то историю, мы себя ассоциируем с главным героем, с героиней. И в принципе, что может вылечить потерю, что может помочь, это, конечно же, время. Я думаю, что это единственный вариант, но он не касается тех, кто умирает, кто столкнулся со своей смертью. Тут по три истории на каждую смерть. Легче всего смерть переживается, когда вы были не очень близки, например, со своим ребёнком, со своим мужем, со своим братом, со своим сестрой, матерью. Есть и такие варианты. Есть, например, потеря ребёнка, который умер во время родов. Теоретически вы же его не знаете, да, вы готовились к этому, но есть тут и такой случай. И автор советует читать, например, если вы потеряли родителя, автор советует, что прочитайте все истории. И меня тронули несколько историй. Давайте расскажу, с какими смертями столкнулась я. Ну, конечно, это бабушка-дедушка. Я не помню, сколько мне было лет, когда умер дедушка. Его смерть я не заметила, потому что мы с ним никогда не общались. Они жили с бабушкой вместе, но общения у нас не было никогда. Когда бы я не приехала, я маленькая жила с бабушкой какое-то время. Деда я не помню, вот от слова совсем. Поэтому эта смерть меня никак не коснулась. Когда умерла бабушка, мы ездили ее хоронить. То есть мы с моим братом заказывали похороны, гроб. Вот это все я видела, ее принесли к подъезду. То есть я видела тело. У нас, знаете, бытует такое мнение, что, например, если в семье случилась потеря близкого, обычно детей маленьких не допускают, не ведут их ни на кладбище, ни показывают тело. И вот как пишет Джулия, что это огромная ошибка. Ребенок должен это увидеть, иначе он будет думать, что бабушка просто куда-то ушла, или дедушка, или родитель, или сестра. То есть важно для ребенка увидеть вот этот процесс, пережить это психике, чтобы вот похоронили, все, там братика нет, или там папы, мамы. То есть не отлучать детей, не думать, что вы их тем самым как-то оградите, нет. Так вот, бабушку мы хоронили с братом, и у меня тоже не было чувства потери, потому что последнее время, последние лет десять с бабушкой было невозможно разговаривать. Она все, а то и двадцать лет, она все время говорила о смерти. Вот, мне скоро умирать, скоро я умру, да, уже вот-вот, уже вот-вот, это вот-вот длилось десять лет. Такое было токсичное общение, и поэтому я... Ну, мы все от нее дистанцировались. То есть не было такого общения, знаете, вот как бабушка с дедушкой в каких-то таких советских фильмах, вот такого у меня не было. Поэтому бабушкина смерть, нам позвонили, мы тут же вылетели, позвонили, когда она попала в больницу. Мы прилетели, и уже нам сказали, что вот она умерла. Все прошло очень спокойно, поэтому я не могу сказать, что были какие-то переживания. Так. Когда мне было девятнадцать лет, умер отец. Его ездил хоронить мой брат. Я не ездила. С моим отцом у нас тоже не было никаких отношений. Они с мамой развелись, когда я родилась. И я не помню, что мы с отцом общались. Да, мы виделись. Случалось так, что он никак не участвовал в моей жизни. Он ни разу в жизни не позвонил мне на день рождения. Не поздравил. Ни разу в жизни ничего не подарил. То есть это просто как какой-то персонаж. Ну, умер и умер. Его смерть как потерю я тоже не воспринимаю. Поэтому вот именно смерть как жуткая трагедия, как сумасшедшая потеря, которая выбивает из колеи. А согласитесь, что смерть любимого человека, там, не дай бог, ребенка, это серьезное потрясение смерть любимого человека, не какого-то человека. И вот эта книга может вам помочь это пережить. Ну, конечно, вам решать, читать, не читать. Не знаю, буду ли я ее перечитывать, но пусть она лежит. У меня тут были какие-то подчеркивания. Когда я читала главу про смерть брата и сестры, автор так интересно сказала, что... Ну, это американская же, американская книга. Что у нас есть клубы, например, кто потерял детей. Есть клубы, кто потерял кружки, там, знаете, как анонимные алкоголики. Кто потерял, там, родителей в детстве. Но у нас нет ни одного клуба, кто потерял брата или сестру. Ну, это правда. Тут тоже три случая, когда погибает брат или сестра. Когда, например, маленькие дети, и кто-то один погибает, то вот как вести себя с другими детьми, как им об этом говорить. Ну, и перед лицом своей смерти. Как сообщить ребенку, что тебе там жить осталось два месяца. И с автором я согласна, что сообщать нужно обязательно, иначе ребенок решит, что его вычеркнули из семьи. И как так? Вы все знали, а я нет. У меня, например, было полгода пообщаться, вот, побыть с матерью, а вы мне только сейчас об этом говорите. Это тоже делать нежелательно. И я согласна с этим. Просто у нас был такой модуль, посвященный кризисам. И вот эта книга была в списке литературы рекомендованной. Так что вот. Вот такую книгу закончила. Начала уже новую. Я думаю, что я с ней завязну так надолго, потому что каждый абзац нужно перечитывать по два, по три раза. Он такой. Шикарная книга, я вам обязательно расскажу. Я уже там перечитываю по два раза, а то и по три. Так что вот. Вот такой был влог. Всем большое спасибо за просмотр. Вот я сейчас подумала, что будет, если я столкнусь со смертью кого-то, кого я люблю. Не знаю. Вот правда не знаю, как я это переживу. Вчера мне мой муж сообщил, что у него умер близкий друг. Он заболел, долго болел. И вот я вижу, как он переживает. И я благодаря этой книге, я его смогла поддержать. То есть не замалчивать, не заметать куда-то в угол, что этого нет. Не вести его насильно куда-то веселиться. Вот это тоже большая ошибка. Если, например, ваша подруга испытала потерю, а вы пытаетесь ей там говорить, не плачь, пошли веселиться, давай. Вот как-то, знаете, чтобы вот этой ситуации не было. Вот сделать вид. Нет, это не работает. Нужно быть рядом. Нужно поговорить об этом человеке. Он мне рассказал про своего друга. Мы поговорили. Я ему сказала, если хочешь, плачь. Вы так же. Если вы кого-то потеряли, не делайте, не держите в себе слезы. Плачьте. Потому что это нужно делать. Нужно это проживать. Нужно плакать. Нужно говорить. И не делать вид, что этого нет. Но он до сих пор переживает. Вот. Такие дела. Ну что ж. Закончен я там свой влог. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Еще увидимся. До новых встреч. Заговариваться начала. Надо снимать чаще, скажите. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.